Здравствуйте, мои дорогие зрители, подписчики и гости моего канала. Это я вам показываю орхидейку, который мне подарил сын на день рождения. С нее ни один бутончик еще не осыпался, хотя прошло уже три дня. Те бутончики, что я думала, что они опадут. Они не опали, все у них хорошо, все у нее замечательно. Видите, они даже поменяли немножко цвет. Стали не коричневенькие, а зелененькие. Значит, будем надеяться, что она распустит свою красоту в полном рассвете сил. А сегодня я хочу показать вам другую орхидейку, эту я беру в сторону, которую я рассказывала вам в прошлом видео. Она прекрасно себя чувствует, но при покупке я не посмотрела, чтобы была живая почечка. И вот тем самым, которые отцвели уже, бутончики отпали. Она не продолжила свой рост нигде на концах и стоит. Я жду от нее неизвестно чего. И сегодня я хочу ее обрезать. Сейчас на ваших глазах обрежу и посмотрю, в каком месте. Лучше было бы подрезать, так как все силы уходят на эти ветки. Считайте, как дерево. И мне этого не надо. Хотелось бы, чтобы она цвела или выпустила новый цветоносик. Ну, как-то хотелось бы по-другому немножечко. Вот я беру секатор. Я его обработала спиртовой салфеточкой. И хочу с вами подрезать эту прекрасную орхидейку. Она у меня растет в закрытой системе. Правда, ее полить надо. Видите, какие сухие, пересохшие корешочки. Сейчас я полью. Полью я ее водой. Вода у меня с фильтра. И вот так по краю горшочка я поливаю свою орхидейку. До того уровня, чтобы на внизу горшка на дне показалась вода. Мох я не смачиваю. Она сама наберет, сколько ей нужно. Вот видите, внизу на палец где-то показалась вода. И этого достаточно. Внизу у нее керамзит. И верх прикрыт мхом. Здесь у нее все замечательно. Корни хороши. Стволик хороший. Листики новые пошли в рост. Ведь эти молодые. Светлые листочки. Вот этот листочек вырос на вот такое расстояние. И этот молоденький. Корневая растет. Но цветоноса она не пускает. Смотрим. Почек нет живых. Вот здесь. Они все какие-то поврежденные и сухие. Надо очень внимательно посмотреть, чтобы не пропустить почечку. Вот смотрите. Живая почка. Вот до этой почки можно срезать. С нее может выпуститься цветоносик. Так. Чуть выше берем. Сейчас на камеру покажу. Вот эта почка живая. Видите? С чешуечкой. И чуть выше я обрезаю. Дальше. На этом стволике нет нигде ничего. Вот так обрежем. Веточки эти ни к чему. Смотрим на этот стволик. Нет. Нигде нет живой. Вот так обрежем. Так. Следующее. Вот это вот начало продолжать свой рост. Эту я оставлю веточку. Значит обрежем вот так. Все. А эти что срезала? Больше я резать не буду. Смотрите. Они сухие. Нигде ни грамма почка бы не проснулась. Они только тянут соки. А соки они хорошо тянут. Вот смотрите. Мокрые. Сколько соков тянет. Каждая веточка. Сколько тянет соков. Это все тратит растения на себя силы. Но сегодня не об этой орхидеке я хотела поговорить. А совершенно о другой. А сегодня речь пойдет об этой орхидеке, которую я купила уже давно. Она у меня простояла. Это я вам хочу напомнить такой полосатик. Она восковая. Восковая орхидейка. У нее что было с шейкой. Вот видите. И я наконец-то пришло время разобрать ее. А с шейкой у нее проблемка. Из-за этого торфяного стаканчика. Так как смотрите. Он был влажный. И вся влага попадала в центр шейки. И цветонос видите пожелтел. Ну цветонос мог пожелтеть по другой причине. Так как он уже отвел. Ну в общем нужно снять этот торфяной стаканчик. Смотрите-ка у нее интересный корешочек. Как гадючка какая-то. Ворсистый. Обычно ровные корешочки. А здесь смотрите какие-то ворсиночки. Ну в общем приступим. Для начала хочу снять торфяной стаканчик. И посмотреть что под ним. Конечно очень многому нужно будет убрать корней. Ну всему свое время. Вначале одно сделаем. Потом другое сделаем. И расскажу в какой системе я буду держать эту орхидеечку. Я ее не буду сразу сажать в корову там. Или еще в какую-то. В торф. Или в мох. А я и придумала особенную систему. Сейчас я вам все расскажу подробно. И покажу что я буду срезать. И как. Зачем это я буду делать. Снимать торфяной стаканчик нужно очень аккуратненько. Не повредив корешочки. Чтобы нигде не треснули ничего. Если можете руками, можно руками. Если не удается руками, можно взять пинцетик. Там где не достаем. Такие места, которые тяжело доступные. Можно пинцетиком взять. Главное не спешить, чтобы не повредить ей корешочки. Которые уже и так до этого повреждены. Он черных очень много. Ее остается только спасать. Это конечно же реанимашка. Это не орхидейка. Ну, чтобы цвела и радовала вас. В таком состоянии цветоносы нужно срезать. И спасать саму орхидейку. И то, что от нее осталось. Цвести. Цвести она конечно будет. Но минимум где-то через год. Да. Пока придет в свою силу. Пока нарастит корневую систему. Пока стволик окрепнет. Корневая шеечка восстановится. Она в этом случае. Видите. Вся сухая. Вся непригодная. Сейчас будем все срезать. Секатер я обработала за кадром. И приступаем к срезанию. Первым делом я срежу вот эту желтую цветоносику. Не нужен. Теперь вот этот корешочек. Я стараюсь срезать все, что черное. Все, что мне не нравится. Я удаляю безжалостно. И вы знаете сколько было у меня способов. И все удачно. И не оставляйте тяжель, которые под низом. Некоторые люди оставляют. А я стараюсь все удалить. Вот смотрите. Вот даже в этом случае. Мне не нравится вот эта корневая шейка. Абсолютно. Даже если здесь зеленые корешочки. Ну вот здесь же она черная. Гнилая. Я хочу ее срезать вот до этих первых живучих корней. И думаю я сделаю правильно. Смотрите. А теперь вот это все зачищу. Вот это обрежу. Обрежу. Цветоносик удаляю сразу же. Видите листик как-то повредился. Насквозь. Но он живой. Он не черный внизу. У меня есть решение. Оставить или убрать. Наверное оставлю. Серединка здесь пустая. Хотелось бы увидеть листочек. Там что-то есть. Но я не пойму что. Хотя бы она была не повреждена. Здесь не повреждена. Я хочу вам показать в каком состоянии мы будем спасать с вами эту орхидейку. Здесь. Видите как она. Бедненькая вся. Сейчас зачистим ей. Зачистим ей все. Подрежем. Почистим. Кому интересно смотрите. Кому не интересно. Что же сделаешь. Переключите. Мне этим заниматься очень интересно. Я люблю все детально рассматривать. Как оно что. Откуда растет. Почему так, а не так. Я знаю, что должно быть все правильно. Отчего оно получилось. Это чернота. Я люблю добиться какой-то точки. Вот видите, это чернота. Я хочу эту орхидейку оставить в стаканчике с открытой системой. И следить за ней. Вот. Полностью. Не буду ее сейчас обрабатывать. Ни максимом, ничем. Хочу просто на пару дней ее оставить в зачищенном состоянии. И посмотреть, что с ней получится. Так как она стояла, ну просто после покупки недели у меня. У меня была возможность. Я тут переболела ковидом. Я хотела раньше ее спасать. Ну, как получилось, так получилось. Недельку она простояла. Ничего такого у нее не было. Значит, она постоит еще немножко. Я ее немножко зачистила все. И через недельку я вам покажу результат. И мы ее будем ковырять дальше. Может, она покажет какие-то признаки. Где-то почку пробьет, где-то что-то. Может, корешочек выпустит. Но пока я ее трогать не буду. Лист у нее, тургор, хороший. Вот эти два листа вообще замечательные. Этот тоже. Этот немножечко вялый. Но он как бы хочет оторваться. Видите, вот в этом месте. Вот. Видите, подрывается сам. Поэтому я его на время оставлю. Эти корешочки тоже плотные. Сегодня поливать ее нельзя, так как были повреждения вот в этом месте. Ну, вот здесь я отрезала цветоносик. Здесь немножко повредилось. Там еще кое-что. Ну, нужно оставить, чтобы оно подсохло. И, может, завтра продолжим видео. Но сегодня ее ковырять сильно не буду. И так я ей много чего срезала. Я ее просто возьму в такой стаканчик. На дно немножечко налила воды. Для влаги. И вот так поставлю. Все. Вот так она у меня будет стоять пару дней. А затем продолжим с ней видео снимать дальше. Что мы сделаем с этими корнями? Корни здесь есть неплохие. Но шейка, посмотрите, какая черная. Я думаю, вот видите, она не сухая, она зелененькая. Я думаю, надо срезать вот эти сухие корни. И оставить шейку тоже. Может быть, она пустит детку. А чего нет, интересно. Выбросить мы всегда успеем. Посмотрите, какие зелененькие корешочки. Какой плотный, длинная шейка. И она здесь у основания, можно сказать, не гнилая. Только вот этот надо торфяной стаканчик, который был кокосовый. Снять его до конца. Я вам покажу, что я срезаю. Тоже я ее помещу в стаканчик. На дно поставлю воду. Здесь сухая, видите, можно сверху. И она не будет касаться воды. А немножечко, немножечко будет просто сырость, влага идти, как тепличка небольшая. Ну, корни, посмотрите, какие замечательные. Как можно выбросить такой пучок корней? Попробуем вырастить детку. Почему? Красота. Пускай наращивает. Вот это я оторвать не могу. Даже не пытаюсь. Пытаюсь, но не совсем пытаюсь. Пускай будет. Вот эта вот почечка какая-то интересная, вот в этом месте. Видите? Может быть, будет подозрение на детку. А детку вырастить это всегда приятно. Вот в этом месте. Вот эта почечка мне понравилась. Вот эта. Либо корешок крепкий лезет. А может быть, будет и детка. В общем, видео я немножко затянула. Я хотела его по-быстрому снять, показать вам. Но ничего. Мне интересно. Значит, и моим зрителям, любимым, тоже интересно. Что будет с этого сухого пенечка. Эксперимент. Это всегда интересно, весело. А если он заканчивается так, как не хочется, то это замечательный эксперимент. Все. На этой ноте заканчиваем сегодня. Спасибо всем за внимание. Подождем пару дней. И встретимся. Будем разбираться с этой орхидейкой. До свидания. Всем удачи. Всем пока. Пока.